Центр культурного развития «Горняк» готов к летнему сезону. Накануне здесь презентовали новый проект для семейного отдыха. Это серия интеллектуально-развлекательных игр под открытым небом. Идею удалось воплотить жизнь благодаря поддержке благотворительного фонда «Милосердие» социального партнера «Налмыка». Проект творческого коллектива «Горняка» стал победителем грантового конкурса «Стальное дерево». Сыграть партию в гигантские шахматы «Домино» или «Крестики-Нолики», пройти напольную бродилку «Змейка» и даже устроить дружеский чемпионат по настольному футболу. А если устал, можно отдохнуть в тени под зонтиком в уютном кресле-мешке. Всё необходимое оборудование приобрели благодаря грантовому конкурсу «Стальное дерево» социального партнёра «НЛМК» – благотворительного фонда «Милосердие» при поддержке Столинского ГОКа. Этим летом староскольцам всех возрастов будет чем заняться в Центре культурного развития «Горняк». Здесь дали старт новому проекту семейных интеллектуально-развлекательных игр «От молодости к мудрости». В первом квизе встретились творчески одарённые староскольские семьи – Мишиных и Бобровых. В составе три поколения. Тема игры – космос. «Назовите Советскую космическую станцию, успешно проработавшую на орбите 15 лет». Первый раунд – викторина. И здесь важно ответить не только правильно, но и быстро. В следующем конкурсе участникам предложили получить подарок. Правда, сначала предстояло отгадать, что спрятано в чёрном ящике. В музыкальном раунде предстояло назвать песню по отрывку мелодии. Завершилась игра вопросами на знании мультфильмов и кинолент, так или иначе связанных с космосом. По итогам интеллектуального состязания у команд оказалось равное количество баллов. Игра завершилась в ничью. «Никогда не участвовал в никаких конкурсах. Мы даже не ожидали, что такой результат. Такие вопросы прямо идут. И когда узнал, согласился, тоже не раздумывая. Слово «папа» – закон. Очень всё по-домашнему, очень всё так весело. Да, просто. Да, просто. Сначала мы боялись, как это всё будет, а когда всё началось… Было волнение сначала, да. Потом очень на сцену, нам как бы дело привычное. Увидели зрителей, и всё стало на своей рельсе». Абсолютного победителя семью, набравшую максимальное количество баллов, определят в сентябре. Подарки победителям и участникам приобретены также на средства гранта «Стальное дерево». «Было жарко, было интересно, было увлекательно. И на самом деле я действительно отдохнула и сердцем, и душой. Настолько яркий, приятный, тёплый проект. И он будет востребован абсолютно всеми возрастными категориями. И детки, и взрослые люди. Всем интересно. Светлана Витальевна, огромное вам спасибо за такой великолепный, социально значимый проект. «Ну а главная задача, друзья, всё-таки этого проекта, ну она, наверное, заключалась в том, чтобы не просто вот объединить семьи, вот семейный досуг, поиграть там, да, вот обалдеть, что-то там в шахматы поиграть или ещё что-то, нет. Нам хотелось сделать что-то мощное, что-то интеллектуальное, чтобы семьи объединились, чтобы они, словно, знаете, такой волшебный семейный магнит, на какое-то мгновение притянулись друг к другу. И молодость притянулась к мудрости, опыт потянулся к знанию, а история потянулась к современности. И это нам удалось сделать благодаря проекту «Стальное дерево». Ольга Шалыгина, Александр Гончаров, Ирина Чуликова, 9 канал. «Мир вашему дому!» «Браво!»